Всем здравствуйте! Меня зовут Святослав. Я SEO компании BlackBrix. Мне бы хотелось рассказать о нашем опыте создания приложения Acoustic Life для эмуляции звуко-акустических инструментов. Вообще, в целом мы начали заниматься разработкой под iOS с 2010 года. Мы сделали первый параметрический эквалайзер для плеера на iOS в 2010 году, еще во времена iOS 4, кажется. Потом мы разработали социальную сеть для музыкантов BandLab с 45 миллионами пользователей. И сейчас разрабатываем разные продукты все еще в музыкальной индустрии. В свое время, когда мы начинали разработку, мы играли вместе в группе и интересовались музыкой. Но на музыке особо заработать не получается, особенно в России, особенно если нет таланта, как у меня, например, только любовь. Поэтому мы решили сочетать то, что у нас хорошо получается, это iOS разработка, и то, что мы любим, это музыка. И поэтому большинство наших проектов тесно связаны с музыкальной индустрией. Приложение Acoustic Life позволяет управлять педалью VoiceSprint DI компании LRBEX. Можно настраивать параметры, пресеты и, самое главное, создавать акустический профиль гитары. Акустический профиль гитары, он по факту имитирует правильное звучание гитары, то, чего не получается добиться с помощью звукосниматель, ну и подключение в провод. А вообще здесь есть музыканты? Поднимите руки, пожалуйста. А что считается музыкантом? Ну, если ты играешь на полную тысячу метров. Ну, вы меня, хотя бы разом. Да. Вот. А М на гитаре может взять? Конечно. Ты поднял руку? Вот. Да, я вижу поднятые руки. Это скромные гитары. Вот. Это очень круто. Любой профессиональный акустический гитарист, ну, эту проблему очень хорошо знает не понаслышке. То есть, вот примерно так подзвучивают гитары с помощью микрофонов. Именно потому что, ну, при подключении в провод со звукоснимателем нормального звучания добиться невозможно. Вот. И, соответственно, при записи на гитары направляют микрофоны. Но микрофоны, как правило, подмешивают еще свои искажения дополнительно. Плюс при выступлении на сцене это очень неудобно. Потому что, ну, вот ты должен стоять зафиксированный, микрофон должен быть ровно направлен. Вот. И, ну, для музыкантов это некомфортно. То есть, нельзя двигаться как-то на сцене, шевелиться особо тоже нежелательно. Вот. Ну, мы предложили решение. То есть, мы создали, по факту, это был первый в мире загрузчик импульсов электроакустической гитары с возможностью самостоятельного снятия импульса инструмента. То есть, пользователь мог взять именно свою гитару, подключить к педали, запустить iPhone-приложение и создать акустический профиль своей гитары. То есть, для акустических гитаристов это очень важно, что это не какая-то другая там гитара с хорошим звучанием. Это именно их гитара, потому что каждая гитара уникальна в плане звучания. Вот. И мы этого добивались с помощью микрофона iPhone, что оказалось не очень реальной задачей изначально. Вот. Чтобы пояснить, над чем мы работали. То есть, мы снимали импульс-респонс акустического инструмента. Вот. Почему гитара не звучит качественно при подключении через звукосниматель в линию по проводу? Потому что, ну, из чего складывается звучание гитары? Основные составляющие это колебания струн, колебания дерева гитары и резонатор дирака. Вот. Вот. А? Резонатор Гелемгольца. Да, извиняюсь. Этот эффект можно услышать, например, если подуть в бутылку стеклянную. Вот это вот гудение. Это пример резонатора Гелемгольца. Вот. Ну и, собственно, под какому же принципу работают все струнные инструменты с полой декой. Это вот, например, гитара, скрипка. Вот. И вот этот вот эффект резонатора Гелемгольца не отлавливается звукоснимателями. Они ловятся уже микрофоном. Вот. Мы решили эту задачу следующим образом. Мы подключаем гитару в линию к педали и направляем на вход, так же вот как на предыдущей картинке были показаны микрофоны, мы направляем микрофон айфона. Проводим запись и потом, сравнивая сигналы и добавляя немножко магии, получаем импульс-респонс гитары. И в нашей реализации, и такого раньше не было, то есть мы убираем именно то, что добавляет, те искажения, которые добавляет микрофон айфона, и получается чистый импульс-респонс гитары. Вот. Сам алгоритм мы разрабатывали здесь, в Омске, но привлекали также двух профессоров из Стэнфорда. Вот. И совместно, то есть нашими общими усилиями нам пришлось, ну, у нас получилось победить вот искажение айфоновского микрофона и добиться звучания, которое, ну, было положительно встречено музыкантами, и сейчас вот уже много где используется. Я об этом чуть позже скажу. Вот. Хотелось бы основными блоками пройтись по проблемам, с которыми мы сталкивались, и решениям, которые принимали при реализации этого проекта. Вот. При работе с BLE на айфоне была реализована следующая структура. Вот. То есть так выглядела архитектура Bluetooth взаимодействия у нас. Я сейчас пойду с самого низкого уровня, ну, вверх в направлении повышения абстракции. То есть все было сделано на самом низком уровне, это был Core BLE, и также мы добавляли интерфейс Abstraction Layer, то есть для создания абстракции от BLE, потому что, ну, также возможно подключение по другим каналам, таким как Wi-Fi или провод там через Lightning на USB. Слой команды занимается формированием байтовой отправки из объекта, то есть реализация самого байтового буфера. Вот. Ну и также мы там реализовывали обработку таймаутов, обработку отказов системы. На слое Command Chain был реализован сам протокол взаимодействия, вот, то есть отправка, прием, завершение. То есть у нас было взаимодействие по нашему кастомному протоколу, который был поверх UART написан, вот, то есть это работа с каналами RXTX. И самый высокий уровень абстракции это сам девайс, который абстрагирует весь API взаимодействия, ну, от остальной логики приложения, ну, и занимается формировкой, вызовом формировки сообщений. Вот. Примерно так вот у нас выглядела структура сообщений, то есть взаимодействия по Bluetooth очень много, передачи данных много, есть сообщения, которые, ну, не укладываются в MTU, то есть в Maximum Transfer Unit, и тогда мы их дробим на несколько месседжей. И вот здесь вот показано, что вот если команда, ну, или то, что мы отправляем сообщение, оно не помещается в один MTU, мы его дробим и, собственно, несколько месседжей последовательно отправляем. В каждом месседже содержится хедер с оффсетом и total size. Вот. Потом идет, собственно, сам чанк данных и в конце чек сумм для проверки после отправки, ну, после получения. Да. Вот. Собственно, потому что у нас была передача данных по BLE и данных передавалось много, мы всячески пытались оптимизировать взаимодействие, скорость передачи данных. То есть мы использовали сначала все, что позволяет IOS, ну, и BLE в принципе. То есть мы использовали L2CAP, DLE, DataLang Extension, то есть подбирали MTU, который дает максимальную скорость передачи. Но главным выводом, который мы сделали, и дальше потом использовали в других IoT-решениях, если критично время передачи данных, и то есть хочется, чтобы пользователь не сидел, не ждал, пока что-то перешлется, то есть из канала выжить больше, чем он может, нельзя, и стоит именно работать над тем, чтобы минимизировать то количество данных, которое передается. В нашем случае у нас ведется запись на педаль, а процессинг происходит на стороне iPhone в конце. Чтобы это проходило без долгого ожидания, мы как раз-таки часть процессинга разместили все-таки на педали и передаем уже данные в сжатом виде, в минимизированном, но минимально необходимом для основного процессинга, и уже потом только осуществляем передачу. Вот. Большим челленджем было, когда после запуска основного приложения мы начали работать над WatchOS приложением. То есть мы поняли, что так как у нас ведется запись, iPhone расположен, используется как микрофон, лишний раз его трогать, что-то там нажимать не очень удобно. Если у музыканта есть WatchOS приложение, ну если есть Apple Watch часы, то можно с помощью них запускать весь этот процесс и телефон не прикасаться в процессе записи. Ну и в целом на сцене это удобнее переключить что-то на часах, чем лезть за айфоном и там что-то тыкать, нажимать. Вот. И, собственно, мы рассматривали разные варианты реализации этого. Здесь вот видно наше приложение для часов. Вот. На этих экранах показан сам процесс записи импульс-респонзов, то есть пользователь с часов им управляет, запускает, начинает, заканчивает. Вот. Изначально мы планировали систему построить вот по следующему принципу. То есть, как мы показывали архитектуру Bluetooth слоя для iOS приложения, то есть сделать device light, облегченную версию для часов, и делать прямой коннект по BLE с часов к педали. Но мы столкнулись с рядом сложностей. То есть, во-первых, не получалось провести пэринг с часов нормально, но это был косяк конкретно производителя Bluetooth-чипов, с которым мы работали. Вот. Дальше были сложности с перехватом управления, и это было наиболее критично. Вот. То есть, если у нас телефон подключен к Bluetooth-устройству, то есть к педали, и начался процесс записи, дальше ты хочешь управлять педалью с часов, часы перехватывают управление, то есть из-за всех этих переходов работа была нестабильной, что нам, конечно, не подходило. Вот. И мы рассмотрели альтернативное решение. Вот. То есть, в данном подходе iOS приложение продолжает выступать в роли основного интерфейса взаимодействия с педалью, а Apple Watch приложение, по факту, это просто дополнительный экран, отображающий информацию и отлавливающий события ввода от пользователя, и часы отправляет команды на iPhone, и iPhone уже сам взаимодействует с педалью. Вот. То есть, как я сказал, тут два основных потока данных в iOS приложении. Это события пользовательского интерфейса, это когда пользователь, собственно, что-то нажимает, переключает, настраивает какие-то параметры, и обновление данных со стороны iOS приложения. То есть, если на педаль что-то поменялось, мы покрутили какой-то переключатель, значение параметра изменилось, iPhone приложение также его отлавливает, ну и сообщает об этом на WatchOS. Вот. То есть, здесь это чуть подробнее показано. Это вот как мы... Ну, как идут события пользовательского интерфейса с WatchOS на педаль, то есть, из Vue модели идет запрос по протоколу взаимодействия на девайс, который у нас расположен в Bluetooth-слое iPhone приложения, и оно уже работает с кэшем и работает с самой педалью. Вот. И в обратном направлении, то есть, обновление данных, когда что-то поменялось на педали, девайс в iOS приложении это запросил, и передал в WatchOS приложение. Вот. В ходе реализации нашего подхода мы столкнулись с несколькими сложностями. Вот. Во-первых, самое сложное было это организовать корректную работу системы в случаях, когда iOS приложение находится либо в бэкграунде, либо совсем как бы закрыто. Вот. То есть, были проблемы с временем выполнения, то есть, iOS не дает много процессорного времени использовать в таком режиме. Также нельзя предсказать время вызова, но это все было решено просто максимальным облегчением количества запросов, данных, которые мы в таком режиме перегоняем. Как только мы избавились от лишнего, то, что не нужно в данный момент именно для WatchOS приложения, мы стали брать только минимальное количество данных, то есть, эти проблемы ушли. И также мы столкнулись с проблемой, которую мы нигде не нашли в документации Apple. Когда происходит скан, а если запустить в WatchOS приложение, нужно установить Connect с педалью. iPhone приложение в этот момент не запущено. Соответственно, нужно установить Connect. Для того, чтобы это сделать, нам нужно сначала запустить скан и посмотреть, есть ли вообще поблизости девайс, к которому можно подключиться, к которому мы пытаемся подключиться. Вот. Для этого производится скан и дальше мы получаем все Bluetooth-устройства поблизости и находим нужное. Вот. Вот этот респонс в режиме работы через background ограничен. То есть, не все данные приходят. Конкретно для нас там были такие параметры, там, как имя педали, оно не приходило. И нам пришлось немножко под это дело подстроиться. Но, в принципе, короче, с этим работать можно, но нужно про это знать, помнить и еще при разработке прошивки на Bluetooth-девайсе на это ориентироваться. Вот. И также мы разрабатывали графический эквалайзер, который есть и в iOS-приложении, и в iOS-приложении. Вот здесь его можно посмотреть. Графический эквалайзер здесь параметрический. Вообще, не бывает двух видов. В принципе, эквалайзеры, ну, вообще больше, но основные два. Это параметрический эквалайзер и полосный. То есть, полосный – это с фиксированными бендами, то есть, частоты не меняются. Вот, меняется ширина полосы, ну, и, собственно, амплитуда усиления или ослабления сигнала. Вот, мы реализовывали именно параметрический эквалайзер. Вот. Он состоит из параметров и передаточной функции, которая формируется именно как сумма всех вот этих фильтров вместе. Вот. Я тут, в принципе, уже части рассказал. Здесь показана функция расчета передаточной функции фильтра. То есть, расчет производится в Z-области. И для каждого фильтра, то есть, фильтр – это вот точка эквалайзера. Для него, для каждой точки рассчитывается передаточная функция. И сумма этих передаточных функций в итоге дает передаточную функцию самого эквалайзера. Вот. Здесь показан расчет коэффициентов фильтра. То есть, это B и A. и расчет самой передаточной функции. Вот. Дальше, в процессе отрисовки у нас происходит следующий процесс. То есть, мы все поделили на две основные составляющие. Это тайм-критикал-зона и асинхронная. Вот. В критической тайм-зоне, ну, у нас есть экран, в нем есть таймер. И по этому таймеру запрашиваются кадры. И во время этого запроса мы не хотим, чтобы происходило подтормаживание какой-то интерфейса. Соответственно, мы ничего не рисуем. Вот. Мы рисуем именно в асинхронной зоне и готовим кадры. Вот. Если у нас появились какие-то изменения, мы отрисовали кадр. Вот. И изменили переменную. И отрисовщик, ну, сейдисплейлинк в нашем случае, получает новый кадр. Вот. То есть, если посмотреть здесь, если у нас поменялся один из бендов эквалайзера, соответственно, под него производится расчет и передается функцию отрисовщика. Вот. И эта функция позволяет параллелить отрисовку, что дает существенное ускорение работы, то есть, рисуется параллельно. Вот. Здесь вот можно посмотреть это в коде в общем виде. То есть, мы здесь зашли, запросились, синхронизировались и вернули буфер. Либо вернули нил, если ну, у нас нет изменений. вот. Собственно, хотелось бы показать демо педали, то, как это все работает. Вот. Сейчас мы пройдем. с вот сейчас я покажу как работает процесс создания войс принта на мы подключили гитару направили приложение подвели гитариста вот здесь можно отстроить громкость если нужно вот то есть мы показываем если слишком громко или слишком тихо вот ну и собственно жарить создать войс принт так вот нам показывают первый шаг то есть что нужно сделать сначала мы тапаем по самой гитаре по бриджу так все у нас готов первый шаг дальше ну да практически вот дальше мы запускаем второй шаг третий шаг это играем каждую струну по отдельности так и последний шаг играем скейлы то есть индивидуальные ноты по одной так у нас все готово можно создать войс принт так так все у нас войс принт готов вот мы можем продемонстрировать как это работает вот да в процессе создания импульс респонса мы также устраняем вторую наверное проблему для акустических музыкантов все наверное знают что такое фидбэк вот когда условно когда музыкальные инструменты начинают фонить если рядом находится колонка если гитара находится рядом с колонкой начинается страшный звук и мы вам его на секундочку покажем вот вот да то есть какого-то решения для этой проблемы не было ну кроме как вот подстраивать под помещение эквалайзером убирать частоты вот мы же встраиваем это в наш импульс респонс то есть когда мы анализируем гитару то что сейчас мы делали мы также определяем основные резонансные частоты и их компенсируем чтобы этой проблемы не было и сейчас вот вы услышите как это работает то есть без импульс респонса мы только-только убрали все с мьюта начался фидбэк здесь будет работать следующим образом вот теперь вот Вячеслав может кто-то сыграть и мы услышим звучание гитары без нашего эффекта и и сейчас мы включаем voiceprint и без него да вот это как и дело а было как а сейчас как давай несколько раз и с ним и и и и и и и Попробуй еще на секунду. Попробуй еще на секунду. Попробуй еще на секунду. Попробуй еще на секунду. Много кантри-музыкантов. В том числе мы получали фидбэк лично от Джеймса Хэтфилда. То есть Металлика в последнем туре использовала эту педаль для акустических композиций. В общем, хотелось бы поделиться этим с вами. Мы делаем этот продукт здесь, в Омске. И если здесь есть музыканты, которым это интересно, подходите, пробуйте, слушайте. Было бы интересно с вами это обсудить. Спасибо. Спасибо большое.